Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Западной Армении Армен Акабравян направил письмо с оболезнованием президенту Ирана Хасану Рухани. Президент Саакян осмотрел воинские части и линию фронта. Инженерная лаборатория Арммад будет открыта в селе Гештиа в Джавахке. В Сочи состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. Ремонтные работы в одной из крупных больниц в Алеппо близятся к завершению. Сегодня день рождения Рубена Севака. Доход от совместного концерта Асмек Папян и симфонического оркестра будет передан фонду Армен Акабравян. Президент Армен Акабравян направил письмо с оболезнованием президенту Исламской Республики Ирану Хасану Рухани в связи с террористическим актом 13 февраля в иранской провинции Систан-Белушджистан на шоссе Хаш-Захедан, в результате которого были убиты и ранены многочисленные лица. Президент Абрамян также выразил глубокое соболезнование президенту Рухани и дружескому народу Ирана и пожелал родным и близким погибших терпения и мужества. Президент Республики Арцах Бако Саакян ознакомился с процессом службы солдат в разных частях границы. Президент в сопровождении министра обороны Карена Абрамяна и других официальных лиц посетил различные части южной границы республики, ознакомился с процессом службы солдат и нынешней ситуацией на линии соприкосновения. По сообщению главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах, в одной из воинских частей глава государства приветствовал на церемонии открытия новых казарм, встретился с семьями военнослужащих. Президент отметил, что улучшение социальных и жилищных условий военнослужащих было и будет оставаться в центре внимания государства, давая соответствующие указания руководителям соответствующих органов. Официальная церемония открытия второй инженерной лаборатории Армат в Грузии состоится 20 февраля в селе Гештия в Джавахке, на этот раз при трехстороннем сотрудничестве. Проект будет реализован под эгидой Каритас Джорджия и при поддержке Грузинского фонда поддержки Джавахети и Союза предприятий передовых технологий. На церемонии открытия будет присутствовать министр образования и науки Республики Армения Араик Арутюнян, посол Армении в Грузии Рубен Садоян, высшие должностные лица Грузии, руководство Союза предприятий передовых технологий, представители духовенства, бизнесмены, гости из Джавахка и студенты лабораторий из разных стран. Проект способствует развитию технологического образования в Джавахке, расширению технологической занятости, повышению экономической активности и созданию перспектив трудоустройства и перспектив пребывания на родине. В Сочи состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по сирийскому вопросу. Перед трехсторонней встречей президента России и Турции выдвинули повестку дня так называемой пояса доверия. На совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи президент России Владимир Путин заявил, что только сирийский народ должен решать свое будущее. Альтернативы нет. Установление перемирия не должно сказываться на борьбе с терроризмом. Создание демилитаризованного пояса в Эдлибе – это временная мера. В этот период терроризм должен быть полностью ликвидирован, отметил он. Ссылаясь на подписанное между Турцией и Сирией 21 год назад соглашение в Адане, Путин сказал, что оно может послужить основой для текущей работы. Наши спецслужбы сотрудничают по этому вопросу. Президент Исламской Республики Иран Хасан Раухани отметил, что присутствие поручителей в Эдлибе временно. Восточная часть Ефрата и Эдлиба должна быть очищена от очагов терроризма и возвращена сирийскому правительству. Касаясь сирийских курдов, президент Исламской Республики Иран отметил, курдский народ как часть сирийского народа должен иметь права. Восточная и Северная Сирии должны сотрудничать с международным сообществом. Сирийские курды должны получить права как часть страны. Мы понимаем озабоченность Турции. Существует соглашение Аданы между Турцией и Сирией, и Иран, как и в прошлом, постарается сделать все возможное с Россией. Президент Турции, в свою очередь, отметил, что они тесно сотрудничают и с Россией, и с Ираном. В этом вопросе Турция не допустит создания террористического коридора на южной границе. Президент Турции также отметил, что пятая трехсторонняя встреча по Сирии пройдет в Турции. Ремонтные работы в одной из самых крупных больниц в сирийском городе Алеппо подходят к концу. Здание сдадут в эксплуатацию через три месяца. Пять лет назад террористы захватили здание и разграбили его. В подвале был устроен склад боеприпасов. По словам ведущего специалиста по строительству Зухера Татари, боевики похитили все медицинское оборудование и не оставили даже проводов. Учреждение расположено в густонаселенном районе, где до начала военных действий проживало около 100 тысяч человек. К настоящему моменту больница не введена в эксплуатацию, однако она принимает пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Врачам помогают волонтеры, которые приходят каждые два-три дня и рассказывают пациентам, как и в каких дозах принимать лекарственные препараты. Планируется, что больница официально начнет работать через три месяца. Главная задача для руководства медучреждения – найти финансирование для приобретения дорогостоящего оборудования. Рубен Савак родился в селе Силиври, близ Константинополя, в семье ремесленника торговца. Учился в местной школе, позже в семинарии «Перперян» Константинополь. В 1911 году окончил медицинский факультет Лозаннского университета Швейцария. Работал в больнице в Лозанне. В 1914 году вместе с семьей вернулся в Константинополь. Рубен Савак раньше своих выдающихся современников заметил надвигающуюся угрозу геноцида против армян. Савак призывал к бдительности в своих творениях, подчеркивая важность национального единства. Весной 1909, когда 30 тысяч армян были убиты в результате кровопролития, организованного молодотурками в Кирике, Рубен Савак был одним из национальных деятелей, которые предупреждали, что худшее впереди и нельзя верить молодотуркам. 24 апреля по приказу турецких властей в числе более 250 представителей армянской интеллигенции был арестован и сослан вглубь Османской Турции в Сирийскую пустыню, где 26 августа того же года был вместе с другим армянским поэтом Даниэлем Воружаном. Он был зверски убит. В день открытия 10-го фестиваля армянского композиторского искусства, который состоится 20 февраля в концертном зале имени Арама Хачатуряна, выступит с благотворительным концертом всемирно известная сопрано Асмек Папян и Государственный симфонический оркестр. Вырученные доходы будут переданы в благотворительный фонд Арменак Уфанян. В программе будут представлены работы Комитаса Армена Тиграняна, Барсега Каначана, Тиграна Чухаджяна, Газароса Саряна, Арноба Баджаняна, Эдуарда Мирзаяна, Александра Арутюняна, Эдгара Уванисяна, Андрея Бабаева, Вагаршака Катояна, дирижер Сергей Сымбатян. 10-й армянский фестиваль композиторского искусства посвящен 90-летию Авета Тартаряна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Дживани». Субтитры создавал DimaTorzok «Дживани» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!